окончена очередная тренировка будем двигаться ближе по направлению к дому родному давайте пообщаемся в рамках второй части бы того что я здесь озвучил хотелось бы больше пообщаться а именно ответы на вопросы готов в рамках предыдущих эфиров ответить на вопросы на свои какие-то подкасты если вы просмотрели возникли у вас какие-то вопросы а также по изделиям по моим ну по изделиям компании буду шин и моим это макевары камертон шилова макевары мбша и так далее апгрейды к ним кстати друзья я же вам говорил что у меня в прошлом месяце грохнули сайты все сейчас работоспособность сайтов все восстановлено мы снова принимаем все заказы в автоматическом режиме на сайтах начинает снова появляться значит информация вся это сайты буду шин точка ру буду блок точка ру макевара точка ру корректура точка ру доктор шилов точка ком вот они все заработали и все другие продающие там какие-то сайты тоже заработали единственный момент сейчас идет еще восстановление графики на сайтах то есть картинки не везде на всех страницах подгружены потихонечку все это отредактируем все подгружено положено ну и добавить мой функционал так что те кто меня кто на мои ресурсы различные видеть там информация начнут появляться все новое ну и сейчас будет несколько акций потому что то что я хотел я не сделал то есть у меня был день рождения как раз а в это время нифига ничего не работало вот поэтому был такой легкий пролетец так что сейчас настраивайтесь кто хотел что-то приобрести я все напишу расскажу посещайте ресурсы и в социальных сетях тоже все будет указано так хотели по поводу значит тема что же мешает на тренировках я в основном когда это обозначал тему этого значит эфира имел ввиду тренировки на улице вот сейчас странная погода все время сейчас вот солнце пипец какой на улице прямо про 6 градусов все очень тепло вообще нагрелась вот нас утра валил снег все завалилось тело нафиг и заморозок похоже ночью был и вот как же вот вы весна началась там выстроили себе графики тренировочные там по поводу того чтобы бегать ходить на стадион там все это тренироваться и вот пошел снег вы думаете пойти не пойти и большинство 99 и 9 десятых людей принимают решение не пойти а а если покопаться поглубже да вот прямо реально поглубже то они на самом деле даже рады тому что у них появился повод не пойти то есть люди на самом деле не берут ответственность за все происходящее на себя то есть они на самом деле всегда винят кого-то в чем-то и здесь у них появляется как им кажется формальный повод на тренировку не пойти ну формально они же не виноваты что погода плохая это форс-мажорная это обстоятельства вот такие пироги и все и с чистой совестью они откладывают это до завтра готов ничего страшного а что за кого страшно завтра и вот это вот ты любимое слово завтра все в нашей жизни произойдет завтра завтра мы станем лучше завтра пойдем на тренировку завтра сядем на диету но завтра не оно не настает никогда никогда не настает завтра почему потому что то что будет завтра завтра оно уже будет сегодня да да а завтра сегодня будет вчера нет я не билиберду сказал есть четкая логика завтра завтра то есть в завтрашнем дне сегодня то есть сегодняшний день станет вчерашним днем вчера да Вот, поэтому завтра, сегодня Будет вчера Вот, и вот Завтра, завтра будет сегодня Никогда оно не наступит И в итоге Одни мечты только, сломанный график Нет системы в тренинге и все Как с этим жить И как бороться Ну вот, я скажу Лично по себе Мне по барабан, будет ли дождь Или снег, можете у меня на ютубе Посмотреть на канале, у меня масса записанных Видео мотивирующих Когда я летом ходил тренироваться на стадион И заставал меня на тренировке Ливень А я еще в это время записывал на экшн-камеру подкасты И видео Я продолжал записывать и заниматься И не прерывал свои тренировки, работал по полной программе Ну и что Такого страшного Потом переоделся Если я далеко занимаюсь от дома А если рядом, то тоже дошел и переоделся В общем, никаких проблем А потом, поймите Вот вы запланировали себе тренировку И как вы считаете Есть объективная причина По которой вы не можете тренировку посетить Беда там Не такая погода, как вы рассчитывали Ну-ка забейте А тренируйтесь дома Вы не знаете Как можно потренироваться дома? Да масса вариантов Йога, калистеника, дыхание, растяжка И все такое Прикольно в таком снаряде Идет девах С юбкой с разрезом до пояса А под ней Такие леггинсы И пузо голое Потому что курточка кожаная В виде топика То есть энтеклектика такая Это просто как биздец Как хочется Чуть солнышко выглянуло И уже хочется Показать свои эротические формы Да Да Я смотрю Вот тут вот Девушки смотрят Этот эфир тоже Причем, кстати Не одна Можете сказать Почему И зачем Вот такая вот эклектика бывает Иногда где делается Нет, конечно Когда красивая там одежда Сексуальность Что-то подчеркивающее Это можно понять Человек, который выглядит И знает, что выглядит красиво Он уверен в себе Он может одеваться так для себя Некоторые мужчины считают Что женщины Значит одеваются таким образом Для того, чтобы Быть какими-то непонятными То есть Они типа для мужчин это делают Чтобы нравиться мужчинам А сами потом Им это не нравится Когда мужчины пристают Да нет Мужики Девушки это часто делают Для себя Да, они делают это Чтобы нравиться мужчинам Но не с целью Чтобы мужчины приставали Для того, чтобы Понимать, что они Сам нравятся И чувствовать себя Уверенным Повышать этим чувство Своего жизненного комфорта И качества Есть и Кто постервятничать Ой, вернее Постервозничать Специально подразнить Но это На самом деле Я думаю Наверное, меньшинство Скорее всего Ну так вот И это вот, кстати По поводу тренировок Имеет самое прямое Отношение Девушки-то тренируются Тоже для того Чтобы добиться Каких-то целей Ну, понимаете Цели недостижимы Если нет воли И нет мотивировки Вернее, нет Скажем так Бывает мотивация Но не хватает воли И в этом вся проблема А воля воспитывается Именно в таких вот Разовых вещах Не сложно считать Что вы воспитываете волю Когда вы Занимаетесь В условиях Ну, рафинированных Хотя для многих И Вот это проблематично Гораздо критичней Когда вы можете Тренировать свою волю Ну, не в экстремальных условиях Но Как вот Некоторые считают Это форс-мажорный Когда погода не очень хороша Да Ну, вы Предположим Запланировали Поехать кататься На велосипеде В субботу И пошел дождь Ну, оденьтесь вы так Чтобы дождь И помехи не было Езжайте вы на велосипеде Сделайте вы это дело Поставьте галку В итоге Вы будете чувствовать себя Намного лучше Потому что вы Можете Вы реально можете Вы Не то чтобы Себя-то заставили Со временем Вам не придется Себя заставлять Вы просто это сделали Мужик сказал Мужик сделал Прежде всего Не кому-то сказал И для кого-то сделал Самое главное Это чувство Самоудовлетворения Когда вы Себе Слово даете Или себе Какие-то планы Делаете И эти планы Выполняете И эти планы Выполняете Вот И отсюда возникает Чувство жизненного комфорта Вы можете Там извратиться Полностью Ради других людей И выполнить Все просьбы Ихние Но если вы не сделали То что вы для себя Захотели То что вы для себя Запланировали Вы никогда не будете Получать удовольствие От жизни У вас всегда будет Абсолютный Жизненный дискомфорт Это сто процентов Вот кстати Кто по этому поводу Что думает Ну Только у всех ли хватает Силы воли На то Чтобы делать то Что вы Планируете Нет Я конечно понимаю Что не все планы Всегда получается Сам сделать Я сам Сам страдаю Подобные вещи То есть У меня планы Обычно Слегка нереальные Вернее Когда планируешь Они реальны Делаешь И секундометрию Просматриваешься Думаешь Что все нормально Получится А в итоге Возникает масса Форс-мажоров И сколько бы Не заложил бы Времени на эти Форс-мажоры В итоге все равно Они отхватят Ото дня Целый кусок Ну как у меня Совсем недавно Была тема Да Это Воскресенье По-моему Да Нет Вчера Нет Это было позавчера В субботу Мне кажется Да-да В субботу Был страшный Значит ураганный ветер И на моем доме На коттедже Частично сорвало Крышу Вообще пипец Какой был ветер В общем дождались Да Оторвался кусок крыш Ну и что мне Надо было делать Так как постоянно Идет дождь И даже Периодически падает снег Мне же Пришлось Непосредственно Никого не вызывать Ничего Было бы время Конечно Да Пригласил бы специалистов Пришлось С сыном самому Лезть на крышу И все это Дело Делать В итоге Полдня прошло И планы Которые на субботу Были запланированы Коту под хвост В итоге все равно Несмотря на Форс-мажор Постарался Заново Приоритеты Расставить И сделать Вот Кстати По поводу того Что не хватает Воли Знаете У меня Скоро Выйдет Целая серия Рассылок Ну вернее Автоматическая серия Это будет микрокурс Мини курс вернее О том Как начать действовать Безотлагательно В общем так называться Как начать действовать Безотлагательно Это очень важно Интересные видео Я записал всю эту тему Когда находился В Китае И только последние Два видео записал Когда находился дома Поэтому обязательно Подписывайтесь На мои рассылки На мои каналы И на сайты И вот на ВК И на фейсбуке Есть такой И в Одноклассниках Есть такие сообщества И кстати На моем мире На Mail.ru Называется Кухонный философ Это я веду Эти сообщества Вот там будет анонс Обязательно На эту серию Она абсолютно бесплатная Вот Такой будет Видеокурс Из нескольких лекций Как начать действовать Безотлагательно И там разбираются Причины Как раз По которым Люди не могут Себя перебороть Не могут там начать С ним действовать И разбираются Причины разные Для разного типа людей Поэтому и советы Там будут Тоже разные Кто-то не может Из-за лени Кто-то из-за Нехватки силы воли Кто-то из-за Ступора Как перфекциониста Кто-то Из-за прокрастинации Из-за того Что составляет Огромное количество Планов И несостояние Потом проконтролировать Их выполнение То есть Для самых разных Уровней Натарганизации Людей Даются Ну разборы И рекомендации Как это Побородие Вот поэтому Посмотрите Это имеет Прямую Экстраполяцию В том числе И на тренировке И на диету На питание На все остальное Будете Успевать В разы больше Почему я так уверенно Говорю об этом Ну Я не скажу Что я Успеваю В жизни Сам все Но у меня Очень высокие требования И к себе И к окружающим Меня людям С кем я имею Отношения Деловые Вот Именно поэтому То есть У меня очень высокий план Но те люди Которые меня Знают Отмечают Все Что я Успеваю Сделать В разы Иногда В десятки Раз больше Чем Они Да И по этому поводу Смазавиду Что называется Поэтому я думаю Что я Сознанием Дела могу Написать Эту тему Учитывая Тот факт Что Ну реально Столько тем Разных Сколько веду Я вот Одновременно Я И немногих Знаю Людей Которые Сами Занимаются Целыми Гроздьями Такими Тем И они У них Нормально Получаются Считаю Что это Все благодаря Тому Что вот Не только Элементы Тайм Менеджмента Правильно Применяются Методики Планирования Тайм Менеджмента А самое главное Это мотивировка И сила воли Для того Чтобы действовать Чтобы не просто Знать Как Не просто Обладать информацией Пусть даже Определенного рода Знаниями По поводу того Как надо правильно Поступать А еще Чтобы делать Потому что Есть масса людей Которые умеют Даже хорошо планировать Составляют Отличные планы И в принципе Если бы они эти планы Поплощали в жизнь У них бы все получалось Но они не могут Действовать Эффективно Вот Эффективные действия Оно В разы важнее Если бы даже Будет действовать мало Но будет действовать Эффективно Намного важнее Чем Самые Наилучшие планирования Которые Не Имеют дальнейшего развития Вот таким вот образом Да Это вот Непосредственно Касается Тренировок Что мешает Тренировке Как оказывается Тренировкам Обычно не мешает Ничего Кроме В вас самих То есть Недостатка Собственной силы Воли Вот что мешает Тренировку И поэтому В следующий раз Когда вы будете думать Что у вас есть Объективная причина Такая как Нехватка Времени Такая как Плохая погода И еще что То Скажите себе честно Я вам говорю Что так и есть Что на самом деле Вы просто ищите причину Ищите причину Чтобы поправдать Самих себя Не более того Это не только тренировок Касается Вообще касается По жизни всего Ну Это Нашло Отражение В ряде поговорок Одна из них Самая распространенная Такая Что человек Который хочет Ищет возможности А который не хочет Ищет оправдания Но здесь получается Как бы дуализм Да Человек говорит себе Я хочу Тренироваться Хочу Но тут же ищет себе Причину Чтобы не тренироваться Знаете Почему так происходит Потому что На самом деле Он не тренироваться Хочет Он хочет получить Те результаты Которые он Как ассоциирует С С тренировками Вот почему И здесь возникает Некий диссонанс То есть Ему важны результаты И совершенно не важны И даже Не хочет он Это процесс С этим связан Вот здесь Вот очень важно Понимать Что Антопетит Приходит Во время еды И никогда С самого начала Не появится Желание тренировки Никогда Ни один человек Не хочет Тренироваться Просто ради тренировки Когда он только Начинает заниматься Вы должны понимать Что всегда Им движет Другая причина Это получить Красивое тело Нравится Девушкам Поправить Здоровье Снизить Массу тела Или что-то еще Вот что И он ассоциирует Это С тренировками Это мотивирует Его на тренировках А не те Там ощущения И чувства Которые У него на тренировке Появятся Потому что Поначалу Любая тренировка И физическая нагрузка Которая никогда Не занималась Будет вызывать У него Дискомфорт Ему будет Очень тяжело Вот так Это будет Выглядеть А вот Когда он Будет тренироваться Уже достаточно Долго И когда у него Начнет получаться Появится Выносливость Вот тогда Он начнет Получать Удовольствие Непосредственно Самого Тренинга И когда он Увидит Первые Результаты У него Еще глубже Будет ассоциирована Связь этих Результатов Со своими Тренировками Но Я говорю Что Появится Еще и Удовольствие От тренировок Он будет Их ждать Но для этого Надо дорасти Надо тренироваться Довольно долго Правильно То есть Эффективно Но главное Чтобы правильно Чтобы была И компенсация Где надо И супер Компенсация На восстановление И правильно Построен график И че И вот Но надо себя Перебарывать Идти на тренировку И все И потом Когда все Получаться Начнет Будет результат И вам будет Это нравится Это раз Второе Будет нравиться Сама нагрузка Потому что Она связана Будет с выбросом Эндорфинов Энкефалинов Допамина Сертонина То есть Вам будет хорошо На тренировке Будете кайфовать И после тренировки Будете кайфовать И вы уже Без тренировки Даже не представите себе Как это можно Вот я Давным-давно Уже много лет назад Дошел до этого состояния Оно достижимо Если вы слышали Об этом Не только От меня Вот сейчас А и раньше Это правда Люди душой Не кривят Когда говорят о том Что доросли Такого уровня Что без тренировок Уже не представляют Себе свою жизнь Потому что Они стали Наркоманы Эндорфиновые Наркоманы У них тренировка Нужна Для выброса Эндорфинов Ну И это очень хорошо Потому что Это на самом деле Дет на пользу Эндорфины Гормоны счастья Они еще в том числе Стимулируют иммунитет Очень хорошо Поэтому Спортом занимающиеся Правильно Не на пределе Обладают Хорошим Здоровьем Вот так И когда вот Вы эти все факторы В голове Будете держать Будете о них думать У вас еще больше Будет мотивация И все меньше Факторов Будут вам Мешать Пойти на тренировку И заняться В тренингах Поймите еще раз Это самое главное Последнее Как говорю Раз Что тренировкам Вашим Не мешает Ничего Никакие Внешние факторы Им не мешают Потому что Всегда Эти факторы Можно преодолеть Можно их избежать Можно на них В конце концов Наплевать На эти факторы Вот Эх ты Я не туда Не туда поехал Ну ладно На заправку хочу Я не туда поехал На заправку Ай Туда Нет Туда Наверное Вот И тогда Все будет Отлично Получаться Вот так Друзья мои Ладно Успехов Вам Всех благ Занимайтесь Спортом И пусть Вам ничего Не мешает В вашем Тренинге Пусть Все будет Хорошо Все Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok